Добрый день, это «Свобода премиум», с вами Ганна Сауси Прази и мой суразмулца с Еревану, блогер Александр Лапшин, який домохся того, что Европейский суд о правах человека признал улады Азербайджану виноватыми в катаваниях и в спробе забить его в турме в Баку. Добрый день, Александр. Добрый день, Анна. Ну и я одразу поведомлю, что Александр Лапшина, який мая громадянства России и Израилю затремали у Снежни 16-го года у Менску на запад Интерполу, взробленный Азербайджаном. Но наш разговор, я бы хотела, Александр, сейчас начать не с той истории, не с решения суда по правам человека, а с очень трагической новостью из Белоруссии. Вчера стало известно, что в Шкловской тюрьме на родине Лукашенко умер политзаключенный Витольд Ашурак. Его присудили к пяти годам тюрьмы за участие в мирных протестах и в тюрьме его помещали желтой биркой как политзаключенного. Какая ваша реакция? Я знаю, что вы, комментируя решение Беларуси вас депортировать и выдать Азербайджану, говорили о том, что вас посылали на верную смерть. Какая ваша реакция на смерть в тюрьме? Мы не знаем еще обстоятельств, как он умер, что случилось, но тем не менее, какая ваша оценка? Смотрите, я бы хотел сразу поправиться, что Интерпол меня никогда не разыскивал. Это было заявление президента Лукашенко, в отношении которого потом Интерпол подал протест, что запрос в Интерпол никогда не подавался. Это был договор между Беларусью и Азербайджаном, на основе, который меня выбили. Интерпол тут ни при чем. Что касается гибели политзаключенного, я сам провел на Володарке в центре Минска около двух месяцев. И значительная часть нашей камеры, это как раз были политзаключенные. Там не было каких-то наркоманов, воров, убийц. Это, я бы сказал, была белорусская элита. Это, наверное, лучшие люди Беларуси, которые находились со мной в камере. Взять даже такого человека, как Олесь Юрхойт. Вы помните дело о шмянских таможенниках, который был моим соседом по камере. Это один из лучших людей, что я встречал в жизни. Сейчас его освободили, но оставили полгода там под надзором. То есть они продолжают издеваться над ним и его семьей. Что касается гибели, да, там совершенно бесчеловечные условия и бытовые условия. Плюс над людьми издевались, их избивали. Некоторых увозили в тюрьму КГБ, где я, к счастью, не побывал. Ну, там побывал и Олесь Юрхойт, и, наверное, половина нашей камеры, где людей просто подвешивали вниз головой голыми, избивали их дубинками, обмотанными мокрыми полотенцами. То есть, в принципе, на мой взгляд, это, ну, откровенно фашистский режим, потому что моя семья, ну, я из еврейской семьи, прошла Холокост, и практически вся была уничтожена в Вильнюсе во время Великой Отечественной войны. Но я думаю, что режим Лукашенко, он не сильно отличается от того, что пережила моя семья в годы Великой Отечественной. Поэтому мне очень жаль, что случилось с этим человеком, и я надеюсь, что справедливость победит. Давайте вернемся к решению суда по правам человека. Каким образом там фигурирует Беларусь? Беларусь не является членом Совета Европы, соответственно, ее граждане не имеют права обращаться в Европейский суд по правам человека. Вот могут ли быть применены в рамках вашего решения какие-либо меры по отношению к властям Беларуси? Дело в том, что Беларусь действительно не входит в Совет Европы и не подчиняется решениям Европейских судов по правам человека. В моем решении Беларусь упомянуто в том контексте, что и лично президент Александр Лукашенко на пресс-конференции гарантировал соблюдение закона и безопасности в отношении меня в случае выдачи в Азербайджан, так и в решении Верховного суда Беларуси по моей экстрадиции написано, что Азербайджан является полностью правовым и безопасным государством, где мои права будут полностью гарантированы. И поэтому Беларусь принимает решение выдать меня туда. Несмотря на то, что мои белорусские адвокаты подавали протест и заявляли, что Азербайджан занимает 166-е, кажется, из 169 возможных мест в мире по свободе слова, и в этой стране преследуются политические деятели, журналисты, блогеры и так далее. Тем не менее, меня выдали. То есть, меня выдали на верную смерть. Это было сказано моими адвокатами на суде, что вы человеку выдаете на верную смерть. Тем не менее, Верховный суд Беларуси постановил меня отправить в Баку. Вы были в азербайджанской тюрьме, вы были в белорусской тюрьме. Не хочется мне спрашивать, какая лучше, какая хуже, чем они похожи. Смотрите, и там, и там. Это жуткие советские тюрьмы, которые не ремонтировались, наверное, со времен Фрущева и Сталина. Очень плохие условия. Белорусская камера была переполнена, там даже кровати на всех не хватало. Но там было много людей, мы были как бы единой командой. Мы все сражались за одну цель. То есть, у нас был общий враг, режим Лукашенко. Что касается Азербайджана, меня сразу же поместили в одиночную камеру. Три на три метра, без окон, без прогулок, без свиданий, без всего. То есть, меня там лишили абсолютно всех прав, ко мне не допускали адвокатов. Кстати, в Беларуси было пример то же самое. Продержав меня два месяца на Володарке, первый месяц они не пускали ни российских, ни израильских дипломатов, не допускали ко мне адвоката, нанятого семьей, и не разрешали мне ни свиданий, ни звонков. В принципе, Азербайджан такая же диктатура, ничем особо не отличающаяся. Точно такие же тяжелые условия. Единственное, что было бы сказать, что все-таки лукашенковские тюрьмы, в них, наверное, больше порядка. То есть, вертикаль власти, она там более сильная. Человека там могут держать и истязать, но там невозможная ситуация, при которой, вопреки желанию президента Лукашенко, кто-то нападет на политзаключенного. То есть, только если этого захочет президент. А в Азербайджане через семь месяцев на меня напали четверо человек в масках. Избили меня, задушили, сломали кости, сломали зубы. Я оказался в реанимации Бакинского центрального госпитала. После этого явно испугавшийся президент Ильхам Алиев меня внезапно помиловал. Хотя я даже не писал просьбу о помиловании. Ну, я для тех наших, для той нашей аудитории, которая в деталях не знает ваше дело, еще раз расскажу, что вот вы были задержаны в 2016 году в Минске. По запросу со стороны Азербайджана вас объявили в международный розыск за посещение Нагорного Карабаха без разрешения власти Азербайджана и власти России, Израиля, Армении выступали против вашей экстрадиции. Ну и вот в 2017 году Бакинский суд в Азербайджане приговорил вас к трем годам лишения свободы. А позже, вот как вы уже сказали, президент Азербайджана помиловал вас и экстрадировали вас в Израиль. В 2018 году вы подали жалобу на Азербайджан, Европейский суд по правам человека, обвинили Азербайджан в покушении на убийство, в пытках и незаконном заключении. Насколько сложно было выиграть это дело и что сейчас должны будут сделать власти Азербайджана? Дело было действительно сложно выиграть. Азербайджан бросал все политические, финансовые ресурсы, чтобы все это сорвать, потому что это колоссальный удар по репутации Азербайджана в целом и президента Алиева в частности, который дошел до того, что на пресс-конференции вместе с президентом Лукашенко они разговору обо мне посвятили там минут 10. То есть они оба обсуждали, что это великая победа белорусской и азербайджанской демократии, что это верховенство справедливости и закона, и после этого происходит такой грубейший инцидент, показывающий, что ни тот президент, ни другой не являются ни демократичными президентами, не способны контролировать ситуацию в собственной стране. То есть да, это бьет по имиджу, естественно, они пытались сорвать суд, они запугивали меня, они пытались запугивать моих адвокатов. Кстати, мой адвокат это Карина Москаленко, которая представляла интересы Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Она шикарный адвокат, я ей очень благодарен, пользуясь случаем. И также Анна Моролян, которая также представляла меня в суде. Что теперь требуется от Азербайджана? Ну, суд полностью удовлетворил на 100% наши исковые заявления, то есть признали незаконный арест, покушение на убийство, попытку выдать убийство за самоубийство, то есть они меня потом уже в бессознательном состоянии повесили в туалете и заявляли, что я повесился сам. И, значит, они должны выплатить теперь 30 тысяч евро. Это сумма, безусловно, символическая, но такие суммы обычный европейский суд присуждает. Я предполагаю, что платить они откажутся, они обвинят европейский суд в предвзятости, в исламофобии, и в том, что, видимо, я европейский суд подкупил, как бы смешно это ни звучало. Поэтому для меня это не деньги, для меня это политическое решение, и для меня это возможность ударить в информационном плане как по Александру Лукашенко, так и по Эль-Хамалиеву. Сейчас очень много попыток предпринимают белорусы для того, чтобы на международном уровне повлиять каким-то образом на ситуацию в Беларуси, чтобы привлечь к ответственности власти Беларуси за беспрецедентные репрессии по отношению к мирным гражданам, которые происходят. Что с вашего опыта, контакта с международными структурами, достаточно бюрократическая, сложная система, что вы могли бы посоветовать? К сожалению, я должен признать, что из моих очень широких контактов и с европейскими парламентариями, и с правозащитниками, там позиция такая, что Беларусь, к счастью, к несчастью, это некая сфера влияния Российской Федерации. И поэтому все, что там происходит внутри, оно не очень интересует европейцев. Ну, европейцы ограничиваются пустыми заявлениями. А, кстати, что касается Азербайджана, примерно такое же отношение. Что помогло мне, что я не являюсь гражданином ни Беларуси, ни Азербайджана, плюс я из еврейской семьи. И вот эта тема возможного антисемитизма, тема коррупции, тема незаконных двух режимов, белорусского и азербайджанского, которые решили каким-то образом погасить белорусские долги перед Россией за газ. Ну, это известная история, что там тема была про газ. Беларусь имела долг порядка двух миллиардов долларов перед Российской Федерацией, и Алиев предложил частично погасить это кредитом. То есть меня фактически выдали на растерзание в Азербайджан замена к получению кредитов от Ильхама Алиева. Да, надо продолжать бороться, нельзя останавливаться. Надо понимать, что если мы не поможем себе сами, нам никто не поможет. И я надеюсь, что все будет в итоге хорошо. И я вернусь в Беларусь уже как гость и к памятнику жертвам режима Лукашенко. И сам Лукашенко будет уже там, где ему полагается быть, на Володарке. Насколько внимательно вы следите за мирными протестами в Беларуси, за теми репрессиями, которые за ними последовали? Какова ваша оценка, как вы видите перспективы вот этого мирного протеста и вот этого сейчас тяжелого очень времени для беларусов? Я считаю, что, ну, мое мнение субъективно, я считаю, что мирные протесты, это, безусловно, хорошо, но Лукашенко это не тот человек, который воспринимает вот этих милых девушек, которые снимали сандалики, чтобы встать на лавочку и помахать белорусскими флагами. То есть это жестокий диктатор, который, к сожалению, понимает совершенно другие способы воздействия. Я ни в коем случае не призываю к какому-либо насилию, но я боюсь, что в итоге, к сожалению, все этим может закончиться. Но, как мы знаем из опыта других постсоветских стран, обычно так и происходило. Ну, посмотрим, что будет в Беларуси. И все-таки я надеюсь, что жизни людей будут сохранены, и этот человек покинет свой пост добровольно. Когда в 2018 году вы выступали перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге, вы встречались с комиссаром по правам человека Дуними Ятович, вы говорили не только о ситуации в Азербайджане, но о ситуации в Беларуси. Вот Олесе Юркойце, о котором вы уже говорили, о польском художнике Даичу Яшиток, который тогда был в белорусской тюрьме. Сейчас в Беларуси тысячи узников, более за 400 признанных заключенных. Что бы вы могли сказать этим людям, которые сейчас в тюрьме, что бы вы могли пожелать, вы были на их месте. Что бы вы им хотели сказать? Я бы хотел сказать, что они должны быть сильными, что они не одни, мы все с ними, и мы все вместе победим. Дякую великую, это был блогер Александр Лапшин, який выиграл суд у Европейским суде по правам человека. Дякую вам великую.